В Брестской области, в частности в городе Надбугом, специалистами зафиксирована вспышка кори. Стоит отметить, что в нашей стране проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по профилактике этого коварного заболевания. Однако нынешний рост пациентов связан с отказом родителей прививать своих детей. С декабря месяца у нас регистрируется вспышка кори в городе Бресте. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 185 случаев. Более 90% это жители города Бреста и частично Брестского района, прилегающих деревень. Среди заболевших у нас в основном болеют молодые люди, дети от 7 лет и взрослые до 30. Это более 70% именно этот возраст. И более 80% всех заболевших не привиты против кори. Заболеваемость в первом регионе наблюдается в основном у членов религиозных общин, которые не желают вакцинироваться, ссылаясь на свои убеждения. Заболеваемость и дальнейшее распространение инфекции связаны с тем, что основное число заболевших – это лица, которые относятся к религиозным общинам, которые по своим религиозным убеждениям не прививаются против кори. Там многодетные семьи, в одной семье по 5, по 7, даже по 10 более детей. Поэтому такое и большое число заболевших корью у нас и отмечается. Кори – это инфекционные заболевания. Почему такое большое внимание к этой инфекции? Это инфекция вакциноуправляемая. Поэтому, как правило, люди, которые проходят плановые, обозначенные в определенный срок прививки, они практически не подвержены данному заболеванию. А в чем особенность кори? Она очень может быстро распространяться среди коллектива и, в первую очередь, среди непривитых лиц. Корь передается от больного человека воздушно-капельным путем после попадания на слизистые дыхательных путей. Возбудитель проникает в кровоток и распространяется по всему организму. Инфицирование может произойти, даже если просто зайти в помещение, где недавно находился больной. Поэтому особую опасность для окружающих пациент представляет в первые дни заражения. Неопасным он считается только с пятого дня после появления высыпаний. При этой инфекции, что для нее характерно, необязательно тесный контакт, достаточно побыть в помещении, в котором перед этим был больной корью. То есть выдыхать воздух, который выдыхал, скажем тогда, больной корью. Также вирус настолько летуч, что возможно заражение не только при прямом контакте, а также возможно распространение вируса даже через вентиляционные шахты. То есть распространение в подъездах по этажам. Корь не опасна не столько сама по себе в остром периоде, как опасна своими осложнениями. Осложнения, как правило, наиболее тяжелые. Это поражение легких, это первичная вирусная коревая пневмония. Осложнения, касающиеся поражения центральной нервной системы, больше всего нас всегда пугает возможное развитие так называемого энцефалита коревого. Причем энцефалит может развиваться и в острый период болезни, и может появиться клиника спустя месяцы, а иногда даже и годы. Это тяжелое течение заболевания, которое очень часто приводит к инвалидизации пациентов. Самый действенный способ защитить себя и своих близких – вакцинация. Прививка против кори рекомендуется всем детям и взрослым, если они не имеют противопоказаний. Для полной защиты от кори рекомендуется две дозы вакцины, обычно в детском возрасте. Но и прививка не всегда дает стопроцентный результат, поэтому специалисты рекомендуют не забывать и об элементарных мерах предосторожности. Прививки против кори входят в национальный календарь профилактических прививок нашей страны. Прививки бесплатно и проводятся два раза в течение жизни человека – это в один год и в шесть лет. То есть все дети прививаются двукратно. И этого достаточно для того, чтобы защитить человека от инфекции. Вакцина у нас сейчас есть во всех поликлиниках, поэтому мы приглашаем всех родителей не думать, не сомневаться, а прийти и сделать прививки своим детям, не откладывать без уважительных причин вакцинацию. Меры предосторожности. Самое первое – это стараться не контактировать с пациентами, имеющими признаки инфекционных заболеваний. Но если мы говорим сегодня конкретно о болезни под названием кори, то признаки – это высокая температура, кашель, гноящиеся глаза и наличие сыпи, которая может появляться не с первых, не может, а она появляется не с первых суток болезни, на третий-четвертый день от начала вот этой температурной реакции. Поэтому если пациент имеет признаки какого-то инфекционного заболевания, он должен быть изолирован в условиях дома или в условиях больничной организации. Какие еще мероприятия – это в сезон, ношение масок. Мы это уже подзабыли. Мытье рук часто. Причем это не обязательно могут быть антисептики. Мытье рук с мылом – это тоже является профилактикой. И это не только кишечная инфекция, это профилактика респираторных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация подзаболеваемости кори находится на постоянном контроле учреждений здравоохранения. Но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному самочувствию. Вакцинируйте, следуйте рекомендациям врача и будьте здоровы. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Новости Бреста.